Игрок Чертанова Данил Корунов после встречи с Острогино. Расскажи, какие у тебя эмоции, если они после такой встречи еще остались? Да, эмоций особо нет. Все осталось на поле. Тяжелая игра, много единоборств, много нефутбольных таких моментов именно с точки зрения игры. Боевая ничья, будем дальше работать. С какой задачей ты выходил на поле? Что получилось у тебя из установленного тренером, что не получилось? Я выходил с задачей только помочь команде. За себя судить не могу, только со стороны. Вы можете, помог или нет. И все. А так, вроде бы, все получилось. Ну и не считаешь ли ты удивительным, что вот со всеми этими стыками и накалом эмоций все-таки команды обошлись без удаления сегодня? Да, все получили свои карточки, которые должны были по поводу эмоций. Значит, судья так решил, если не удалил. Значит, судья так решил. Можно, нужно сейчас еще? И хотел бы свою сестру поздравить. Вот, Настя, поздравляю тебя, у нее родился сын. Вот, поздравляю тебя, люблю. Все. Спасибо большое, красавчик. Главный тренер юношеской команды Чертанова Александр Шмаров. Александр Валерьевич, какие у вас эмоции, мысли по горячим следам по прошедшим 90 минутам? Добрый день. Какие эмоции? Сейчас так, опустошенность определенная присутствует. Много мы силы и эмоций отдали. Довольно-таки эмоциональная игра по накалу была, по уровню единоборств. Хотел за это поблагодарить ребят, но, к сожалению, опять проблема первых, наверное, 10-15 минут. Хотим играть первым номером, расставляться уверенно, контролировать мяч, искать возможности для продвижения, но вот что-то нам мешает. Что-то мешает, и, к сожалению, пока не взорвешь обстановку, каких-то вот прям сдвигов таких глобальных не происходит. Ну, ничего. Так, опять же, хотел бы ребят поблагодарить за то, что проигрывая не останавливались, нагнетали, создавали хорошие эпизоды, подходы, предполагали, что соперник будет высоко обороняться, активно прессинговать, и просили, конечно, использовать активно пространство за спиной у линий защитников. Что, в принципе, и получалось. Как только качественные передачи туда шли, своевременные открывания, сразу была острота у ворот соперника. Ну, и, конечно, реализация, потому что и во втором тайме, если посмотреть, ряд хороших эпизодов мы создали, продвигали за счет коротких-средних, но перед штрафной итоговая или ключевая передача, или необоснованный, неподготовленный удар, ну, ломали наши атакующие взаимодействия. То есть я считаю, что мы могли больше выжимать из наших атак. Но и не все игроки находятся еще в своих оптимальных кондициях, поэтому для нас это тоже головная боль. Мы постоянно ищем различные сочетания, связи. Вот Данил Корунов наконец-таки вернулся на поле, плавно его подводим, и я теперь надеюсь, что более определенные сочетания у нас будут постоянные в линии обороны, потому что меня самого это как тренера не устраивает, что мы тусуем то одного центрального защитника, то другого, и это немножко не то. Хочется прям линию обороны стабильную, солидную, уверенную в себе, хорошо работающую под давлением, и я уверен, мы к этому придем. Спасибо большое за развернутый ответ. Удачи вам. Капитан Строгинов, Владислав Саушкин. Влад, как всегда, очень напряженный, очень эмоционально выматывающий встречи с Чертаново. Чего сегодня все-таки не хватило, чтобы добиться победы? Да, вы правы, у нас все время игры с Чертаново очень напряженные, сложные. Не хватило, скорее всего, реализации. Ну и, к сожалению, пропустили не совсем обязательно гол. Но ничего, в дальнейшем будем работать и над атакующей, и над защитной нашей фазой атаки. И должны показывать дальше более-менее уже лучший футбол. Возникло ощущение, что после забитого мяча, в самом начале встречи, как-то немного подсели, отдали инициативу сопернику. Тем не менее, на второй тайм вышли гораздо более заряженные и пропустили после этого. Как ты логически можешь объяснить вот такое? Ну, нас самим не ощущалось, что мы как-то подсели, что мы как-то играли больше от обороны. Мы всегда пытаемся играть от своей игры, в свой футбол. Но, к сожалению, в этот раз не совсем повезло. Будем работать над этим. И хочется поздравить, во-первых, свою семью, а именно своего брата Диму и жену Иру. У них вчера родилась дочка. Вот, к сожалению, не получилось выиграть, но ничего. И также в семье нашего защитника два года назад случилось горе. Сегодня тоже хотели его поддержать, но не совсем получилось. Но мы, Варди, брат, мы с тобой. Мы одна команда. Спасибо большое. Ну и главный тренер юношеской команды Строгино, Альберт Саркисян. Альберт Ильвадикович, как всегда, горячо, не только на поле, но и в технической зоне. Вообще, какие мысли по сегодняшней игре? Чего не хватило команде, чтобы добиться успеха? Я считаю, была хорошая игра, хорошая сама отдача ребят. Желание выиграть. Давно мы не выигрывали. Но, к сожалению, были реальные моменты, которые мы не использовали. Плюс пропустили необязательный гол, о котором мы говорили на протяжении всей недели. Ну, где-то, может быть, подвела концентрация. В целом, еще что можно добавить по тому, как команда настраивалась. Игры с Чертанова, они всегда очень принципиальные. Дерби, плюс команды друг друга знают. Насколько трудно в таких условиях как-то удивить соперника, что ли? Да, удивить, в принципе, никого не удивишь. Все игры показывают, все тренеры анализируют. А настрой, ну, ребят, каждая игра идет как последняя. Нам надо зарабатывать очки, подниматься выше и занимать достойные места. Ну, и с учетом того, что даже в конце матча обе команды летели с горящими глазами в атаку, можно ли сказать, что ничья все-таки закономерный результат сегодня? Ну, если на табло 1-1, значит, такой результат. Спасибо большое, удачи! Спасибо.